Девушки отдыхают Мы все немного перенервничали Я хочу увидеть мою маму Увидите Вас не пускают к вашей маме из-за внутренних правил отделения кардиологии Но сейчас мы все решим Борис, не отвлекаю Борис, у тебя там лежит пациентка после операции на сердце Елена Соболевская Рядом со мной ее дочь Она очень волнуется Ты мог бы рассказать, как она себя чувствует? Минутку Так Соболевская у нас прекрасно принесла шунтирование Оферировал ее мой лучший хирург, как ты и просил Сейчас она в реанимации чувствует себя нормально Ей можно принести передачу какую-то, записку Все, доставим Борис, спасибо за отличные новости Всегда рад помочь На связи Ну что, Мир? Ксения, я вас отлично понимаю Я ради оргии готов на все Как и вы Ради своей мамы Может, вам нужны деньги? Нет На передачу Если что, обращайтесь Ваша мама хорошо держится Вы не волнуйтесь Вы извините, что мы тогда вас не пропустили У нас тут жесткая субординация и строгое начальство Спасибо вам большое Вы можете передать письмо и вот передачу? Да-да, конечно Не волнуйтесь Вас скоро пустят к маме Я надеюсь Всего хорошего Я надеюсь Спасибо вам огромное До свидания Спасибо Ксения, привет Надо же, какая случайность? Да я уже учла, что с тобой совпадений не бывает И случайностей тоже У меня как раз совершенно случайно есть один лишний капучино С половинкой сахара, как ты любишь И что тебе нужно? Хочешь узнать, что происходит в доме? Нет Мне не интересно, что там происходит Мне Интересно Ты Ага, вот это что Ты беги и свернулся Паша попросил прощения Он был искренним Я это всегда чувствую Когда он что-то хорошее делает Это как-то злится А вот когда ты бываешь искренним Я не понимаю Извини, мне пора А этот тут что делает? Пришел узнать, как дела Пойдем у меня в дом нужно возвращаться Времени мало Ксюш А давай ты уволишься и переедешь ко мне Я снял отличную квартиру Тебя там не хватает У меня снова есть стабильный заработок И можно подумать о Свадьбе Свадьбе? Ты же говорил, это глупо Никому не нужный ритуал Ну Я созрел Мне очень нужен этот ритуал Ты мне вот так делаешь предложение? Уже сделал Ну я как-то по-другому себе это представлял Ольга, зачем вы встали? Вам пока рано Вы что-то ищете? После аварии мне вернули сим-карту Игоря Мне нам очень нужна Там номер важного человека Я кажется, видела Сейчас Это она? Где мой телефон? Он был здесь Ольга, возьмите мой Давайте, я помогу вам вставить сим-карту Много сообщений Кто мог писать Игоря после его смерти? Господи, что там? Это голосовые сообщения от Маши Можете пока послушать Я поищу ваш телефон Уже месяц как-то умер Мама почти не выходит из комнаты Теперь у меня нет ни тебя, ни ее Я очень скучаю По тебе, по маме Не все было хорошо, но Тогда мы хоть у друг друга были А теперь? Папа, прости Я рылась в твоем сейфе Там было письмо этой женщины И фотографии Она пишет, что у тебя есть сын Андрей Это правда, папа? У меня есть брат Папе написала письмо твоему сыну Рассказала про тебя Предложила приехать Мне кажется, я сделала правильно Я нашла Все нормально? Спасибо, Ксения Можете идти Алло Руслан Иванович, здравствуйте Это Ольга Жена Игоря Болгова Мне очень нужна ваша помощь Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж Есть результаты ДНК-экспертизы Спасибо, что так оперативно Знакомьтесь Я потом отвечу на все вопросы Хотите чай, кофе? Нет, спасибо Тогда не буду мешать Дело личное Завить меня, если что Значит, вы сына, Игорь Вы не волнуйтесь Я здесь не ради денег Мне нужно вам сказать Мне тяжело признаваться Когда я была беременна Машей Игорю пришло одно письмо От какой-то женщины Как красиво, Игорь Я же тебе обещал Теперь это твой дом Наш дом Точно, наш А поосторожней можно Специально для одаренных Написали антиквариат Даже сегодня не поздно Я ужин праздничный приготовлю Все-таки такой день Смотрим Тебе чего? Расчет нужен А твои гоблины все вещи целыми довезли Ну да Пойдем посмотрим Мы когда с той квартиры выезжали Я заглянула в почтовый ящик Вот Я так и знала, что у Игоря руки не дойдут Спасибо Еще чуть осталось А это куда? Сверху Игорь, тут письма с твоей квартиры Тут ведь тебе письмо Ну вот и разберись ими Будет чем заняться Так личное Малышка, у меня ни с кем Никаких личных дел нет Поэтому все, что ты считаешь личным Это мусор Выбрасывай Да, слушаю Вот эти давай Влада, ты можешь с этим разобраться сам? А им что надо? Что надо? Денег? Слушай, а кому-то что-то от меня, кроме денег надо? Здравствуй, Игорь Это Валентина опять Ты не отвечаешь, но Я тебе уже писала о нашем ребенке Она писала, что больна И просила деньги на лечение А еще, что у нее есть сын От Игоря Я не поверила Ребенок Давай, малышка, пока обживайся Мне в офис нужно Да Игорь о письме Так ничего и не узнал Только когда вы рассказали О причинах своего приезда Я поняла, что это было письмо У вашей матери Которая умерла Возможно, из-за моего Из-за меня Вы поэтому пытались покончить с собой? Я очень, очень виновата Я сделаю все, что... Ваша попытка самоубийства Такая же подделка, как сейчас Ваше раскаяние Нет, что вы Это не так Я была ужасным человеком Но я хочу искупить свое вино Я хочу продать компанию И поделить эти деньги Между вами и Машей Вы их заслужили Я? Их что? О, господи, я Я не то сказала Я все время не то говорю Вы сейчас так отвратительны Может, даже хорошо, что я вас не знал раньше Все нормально? Я могу вам помочь? Да, вы можете помочь Раз уж я сын Игоря Булкова Я хочу знать правду Как и почему случилась та авария В которой он погиб Это был несчастный случай Есть отчет районной полиции Там нет вины третьих лиц Я хочу, чтобы это проверили Я требую повторного расследования Обстоятельств его смерти На чье имя писать заявление На чье имя писать заявление Опять ты? Сюда все ходишь, вынюхиваешь До сих пор надеешься что-то урвать? Что вы тут делали, Блай? Я хочу, чтобы ты срочно продал компанию Если ты не можешь этого сделать, увольняйся Оль Добрый день, Ксения Хочу поблагодарить вас за работу Вы всем нам очень помогли Но более в ваших услугах Мы не нуждаемся Неожиданно Я могу поговорить об этом с Ольгой? Это лишнее Я полностью оплатил Реабилитацию вашей матери Мы, так сказать, прощаемся Так что Собирайте вещи Прямо сейчас? А что сегодня? Ольга, вы пили? Вам же нельзя Ангел мой, не волнуйся Все будет хорошо Это Влад вам налил? А какие-то таблетки принимали? Ты знала, что Влад любит меня? Уже много лет Он по-настоящему любит меня А я Это Влад вам дал подписать? Вы хотя бы читали, что здесь написано? А сейчас мы отметим этот Неблагодарная тварь Успейте меня Еще раз увижу тебя здесь Пожалеешь Забирай свои манатки Проваливай из этого дома Ксюха? Ксюха? Проходи А ты чего? С работы уволилась? Угу А? Ну, супер Привет Все Теперь заживем, как раньше Без всех проблем Ты не голодна? Я тут просто без тебя Сосисками одними питался Ксюш, может, приготовишь Чего-нибудь на скорую руку? Так соскучился по твоей еде Здравствуйте Старший следователь Филонов Угу Мы расследуем убийство Игоря Болгова А с каких-то пор Несчастный случай Стал убийством? С тех пор, как это дело Попало ко мне в руки А, интересно И кого подозреваете? Автомобиль Или фонарный стол? Вскрылись новые обстоятельства Гибели Игоря Болгова Он потерял управление Автомобилем Потому что у него случился инфаркт А инфаркт был вызван Чрезмерная дозировка Лекарства для снижения давления Игорь не мог принимать Этот препарат Так как прекрасно знал О своих проблемах с сердцем И что ему противопоказан Найти таблетки Значит, его отравили Как? Как это выяснилось? Провели эксгумацию тела Для меня это шок Игорь был моим другом Теперь это ваш кабинет Я бывал здесь у Игоря Я тоже был его другом Не таким близким Как вы, конечно Я что-то не очень понимаю Статус нашей беседы Мы просто говорили Как два друга Игорь ехал из этого офиса домой Когда случилась авария Вы видели его накануне? Да, конечно Мы работали вместе Днем А вечером он Посырился с женой По телефону И поехал домой Очень раздраженным Откуда вам это известно? Так Ольга мне позвонила Просила о помощи Дело в том, что Игорь Иногда Бил свою жену Как реагировала Ольга? Боялась, конечно Его боялась И еще больше боялась От него уйти Игорь умер А Ольга до сих пор Почему-то думает Что она в этом виновата Постоянно говорит об этом Нет, вы не подумайте Ничего такого Ольга, она не могла Она Очень любила своего мужа Я просто говорю Что ей это очень тяжело Удается Спасибо До свидания Вы хотите сказать Что его кто-то Отравил? Его умышленно Доводили это Сердечного приступа Кто мог это сделать? Ольга Как вы с Игорем жили? Были ли у вас Ссоры Измены Проблемы всякие? Да Нормально жили У всех мужей И жен Бывает ссора Но не все мужьи Бьют своих жен И не все жены Это терпят Вы терпели? Или пытали что-то Менять? Что? Вы Подозреваете меня? У меня есть ордер на обыск Пока это все Мы квалифицируем Как обыск дома убитого А не обыск дома подозреваемой Я сочувствую вашему горю И хочу верить В вашу невиновность Но если после обыска Вас вызовут на допрос Приходите с адвокатом Опергруппа и Понятые Прибудут через 20 минут Руслан Иванович Послушайте Я же сама вам позвонила Сейчас Я не понимаю Что происходит Ты давай посмотри Оленька, я Я уже здесь Ладно, они во все лезут Трогают своими руками Оленька, я все-все уберу Все-все уберу, Оленька Галь Не переживай Я ей не дам тебе в обиду А Галя все уберет Они думают, что это я Я убила Игоря Нет, что-то нет Я говорил со следователем И я рассказал ему Кто настоящий убийца Кто? Ну это же очевидно Димьян Столько лет влюбленный в тебя Узнает, что Игорь тебя бьет Что он должен был сделать Чтобы спасти любимого человека Не имея ни власти Ни статуса, ни денег Только убить Своего хозяина Тихо, незаметно Избавиться от него Ну вспомни сама Он Покупал ему кофе Возил ему обеду из ресторанов Пользовался неограниченным доступом И абсолютным доверием А ради тебя он Благотвумить кого угодно Влад, мне страшно Мне страшно, Влад Мне страшно Вот же, выпей Выпей это Это поможет Снять Тревожность Димьяна больше не будет в этом доме Я позабочусь об этом И вот-вот До него доберется полиция Просто доверься мне Скоро все закончится Если бы больше никто Никто не будет причинять боль Что происходит? Ольга не хочет со мной разговаривать У нее в доме обыск Как это понимать? Присядь Успокойся Сейчас все обсудим Я налью тебе выпить Не хочу Нам нужно Придумать план Как уберечь ее От тюрьмы А ты должен Прекратить истерику Нам всем нужно Быть очень спокойными И действовать Четко На держи Выпь Рассказывай Достали тело Игоря Стали делать анализы И выяснилось Что у него был сердечный приступ Потому что кто-то Подмешивал ему лекарства Которые ему категорически нельзя принимать Ну, чтобы, наверное, его убить Как думаешь Ольга Способна на такое? Что? А она здесь при чем? Как ты вообще можешь такое говорить? Черт Но ведь это же ты Ты больше всех хотел его смерти Ты всегда хотел занять его место Забрать себе его жену Компанию Это же даже говорить Столкогон И одеваться А теперь все так и произошло А ты На его месте Что? Что такое? Какой же ты жалкий Ничтожный человечешка Сколько она тебе платит? Гроши? Я работаю не из-за денег Да, конечно Ты работаешь Из чувства Верности И любви Туркенко не пойму Как может мужик Себя уважать Зарабатывая гроши? Вот Как ты Сам себя терпишь? У тебя, конечно Я сделаю Все Все Паш Ты слушаешь меня? Слушаю тебя внимательно Нужно, чтобы кто-то заботился о маме после выписки Она через пару недель поправится А я на работу пойду Я, кстати, думала в медицинском восстанавливаться Подожди, не понял То есть ты хочешь, чтобы Твоя мама с нами здесь жила? Ну да, пока не поправится Как она там одна будет дома? Ксюш У меня очень сложный проект Я буду работать по ночам Ну как ты себе представляешь Мы все тут будем размещаться Кто там? Это Маша Дочка людей, у которых я работала Да, Машенька, привет Привет Ксюш, мне сказали, что ты больше не работаешь у нас Ну да, меня уволили А ты там как? Как лагерь? С мамой что-то не так Я ей звоню постоянно Она отвечает раз из десяти Опять еле разговаривает У Димьяна вообще телефон отключен Я волнуюсь, Ксюш Может, ты сможешь съездить туда? Да, я поеду завтра, конечно А сегодня можешь? Пожалуйста Хорошо, я прямо сейчас поеду Спасибо, Ксюш Давай Паш, в доме, в котором я работала У Ольги, хозяйки, проблемы со здоровьем Нужно, чтобы я съездила Ну, и что? Поедешь со мной? Ксюш Ну, мне завтра на девять утра на работу Я устал очень и хочу нормально провести вечер А ты грузишь меня, ну, как не одним, так другим Паш, как ты можешь? Ну, а как ты можешь? Ксюш, кто эти люди для тебя? Никто А ты мчишься к ним по первому же звонку Пускай сами о себе заботятся Твоя задача заботиться обо мне О доме и о семье Ну, даже на стол нормально накрыть не можешь Ну, вот где горчица? Ты же знаешь, что я мясо ем с горчицей Что? Что? Что я здесь делаю? Просто все, кому не лень, ездят у тебя на шее Хватит уже заботиться о ком попало Я больше не буду Ты когда вернешься? Я вернусь, чтобы вещи свои забрать Я вернусь, чтобы вещи свои забрать Влад, алло Я знаю, что вы в доме Я видела вашу машину Мне нужно срочно увидеть Ольгу Ксения Ольга уже спит Я тоже скоро уеду Что вам нужно? Маша волнуется Она не может дозвониться до мамы Нет повода для волнения Ольга, наверное, потеряла телефон Как это обычно бывает Завтра найдет и перезвонит Маше Всего доброго Езжайте домой Привет маме Ксюша, привет Алло, Андрей Ты можешь приехать срочно? Что? Сейчас? Да, умоляю, прямо сейчас Хорошо, встретимся в кафе Спасибо, что пришел Ты всегда можешь на меня рассчитывать Что случилось? Мы должны помочь Ольге Ксюша Если бы это касалось конкретно тебя Я бы помог бы тебе даже не задумываясь Но есть люди, которые просто не заслуживают помощи Ты в курсе, что Ольга получила письмо Которое перед смертью написала моя мама С просьбой о помощи Она получила это письмо Прочитала и выбросила Даже не показала отцу Это Ольга тебе сказала? Да Она оправдывалась, извинялась Но теперь это не имеет никакого значения Вот почему она хотела умереть Это все блеф А еще ты знаешь, что перед тем, как мой отец разбился Его кто-то методично травил И довел до сердечного приступа И как ты думаешь, кому это может быть выгодно? Откуда ты это знаешь? Я написал заявление Чтобы возобновили следствие По делу гибели моего отца Меня держат в курсе У Ольги полный дом разных таблеток Понимаешь, о чем я? Это не она Это не она Ее подставляют и тоже травят таблетками Поехали Объясни мне Я объясню тебе по дороге Оленька Оленька Надо Надо выпить Давай, давай, давай Вот так, молодец Хорошо Ты мне молодец Ты мне молодец Хорошо придумала Хорошо придумала С этим самоубийством Теперь все поверят Что ты сделал это Снова Вот так 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 Опа Пошел Ага Все могло быть по-другому Влад Ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Пришел проведать Ольгу Я ее уже проведал Тебя она видеть не хочет Убирайся Пусть она мне сама это скажет И ты здесь Высосла у меня все деньги Теперь нашла себе подельничку Решили облапушить бедную вдову Если мы не увидим Ольгу Не убедимся, что с ней все в порядке Я вызываю полицию Как же вы мне все уже надоели Ладно Но только в моем присутствии Я не оставлю одну с вами Бедную женщину Поздоровайтесь И убирайтесь Пошли Давай один пойду Я должна проверить как она Стоять Телефон и все что в карманах В рюкзак быстро Твой где? В рюкзаке Приму вас со всем гостеприимством Которым так славится этот дом Добро пожаловать Пошел Беги быстро Ольга 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 проснитесь Ольга 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 Вы слышите меня Ольга Брось её Что вы сделали с Андреем Она хотела умереть Вот и не мешай Вам никто не поверит. А зачем мне верить? Поверят в пистолет, который найдут в руках Ольги. Вы с наследником ворвались. Стали требовать у вдов денег. А она, тронувшись умом из-за таблеток, который ты же ей не давала, взял и расстрелял вас. А потом выложил на себя руки. Как это делал уже неоднократно. А завтра я найду вас всех, вызову в полицию. Отличная по общей версии. Как вы будете с этим жить? Да справлюсь как-то. Как же Маша? Маша? Кто такая Маша? Кто тебе, Маша? И мне никто. А ты рискуешь за них всех. И умрешь за них всех. Всех. Андрей, куда? В живот. Господи, держись. Не отключайся. Нет, нет, нет. Я вызову скорую. Андрей, Андрей, не отключайся. Слышишь меня? Не отключайся. Будь со мной. Слышишь меня? Маша. 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 Мама. Ты когда приехала? Маша. 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 У меня есть плохая новость. Я не хотела тебе оговорить по телефону. Мы не сможем переехать в Европу. Наша компания разорена. Влад перевел все наши деньги на какие-то счета и мы никогда не сможем их вернуть. Поэтому он не разрешал продавать мне компанию, чтобы все скрыть. Не волнуйся. Я все поняла. Нам придется продать на что? И купить какую-то маленькую квартиру. Мам, мне не плевать на этот дом и на деньги. Я только рада буду, если мы с тобой вдвоем куда-то переедем. Моя малышка. Моя маленькая. Все плохое уже позади. Я так рада, что ты жива. Мама. Мне так жаль, что он погиб. Я тоже. Я тоже. Я тоже очень жаль. Мама. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, братишка! Аккуратно, дам швы! Пожалей, пожалуйста, своего нового брата! Как там, Ланна? Прекрасно! Тебе понравилось? Очень! Я рада! Я рада! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok